Новый день, яркий, погожий, мы выходим в город, и мама походу была дома и вынесла мои вещи, и я так долго грустил, что нет моих новогодних штук от комнаты, и вот моя гирлянда, которую я так люблю, с большими шариками, а там глубже, мой свитер с роботом, насколько я понимаю, вытаскивать не буду, но ураааа, свершилось, а то я думал, что их уже куда-то дели. А еще в наличии вот такой пакет с домашними флажками самодельными и всякими штуками для нового года. Наконец-то мы украсим комнату, здорово, класс, надо где-то коробки найти, подписать их, типа Хэллоуин, Рождество, Новый год, и держать их в одном месте. Да, уж какие-нибудь, только как они, чтобы еще не раскислили крысы, чтобы их не съели, вот это да, урааа, мои штуки целые, яхуу. Привет, кот. Ты как, ты норм? Нет, ты не норм, ты бояка. Тот самый огромный кот, о котором я рассказывал. Чувак, ты че такой? Кот боякер. Он зато живой остался, да? Тебя лапать-то можно? Нервничает, переживает, что его съедят или отдадут собакам. Какой здоровяк. Ты чем питаешься, дружище? Выходит днем, вот тут во дворе есть, потом ночью выходишь, дождь идет, холодно, там плюс шесть. Думаешь, где же он в такую погоду? Кошачела. Ты же у нас похудеешь. Вот это ты кот. Ну вообще. Добротная харька. Какая. Начались предновогодние пробки, как и в предыдущие годы. Полина это помнит даже лучше меня. Начинаются предновогодние дни, пробка стоит аж в горы. Тут километров-то, наверное, 10-12 до центра Сочи. И пробка аж здесь. Ну ништяк. Стоим, ждем автобус. Тут несколько минут назад стояла семерка белая. В идеальном состоянии. Пороги чистые. Не царапано, не мято, не шпаклевано. Я прям по линии говорю, глянь, какая она эстетичная. А сейчас стоит другая. У нее сколы на дверях. Помятая. Помятая, замученная. И крыло. И двери. Краска сколотая. Вот насколько одна и та же модель автомобиля может выглядеть по-разному. Идем. Решили идти пешком. Там как будто в пробке один другого боднул. Вот бывают же такие странные люди, мягко говоря, которые умудряются ударить другого водителя в зад. Мы недавно такое видели. Вроде нормально, без повреждений. В этот раз обошлось. А мы как-то шли, и мужик уже такой в годах. Молодую девушку, Nissan March, у нее или что-то такое там было, маленькое. И он ей раздолбал зад сильно, прям вмял. И они там часов 5-6 ждали оформления ДТП. Мы уже съездили в город, вернулись назад. А они все еще там были. Взял в пробке, разбил тетке машину. Вот, кстати, это идеальная семерка, про которую я говорил. Но хорошо же выглядит. Сегодня дождя нет, но другая проблемка. Нужно было очки брать, солнцезащитные. Ужасно ярко. Вперед смотреть дискомфортно и чуть ли не больно. Солнце отражается в люках, в дорожных, в крышах, в стеклах. И фигачит в глаза. Ярко 28 декабря. Ну, и тут даже не больно. Вот уже не первый раз вижу бабушку, которая собирает, давит банки алюминиевые. И собирает их в пакет. Мне интересно, она их сдает, что ли? Просто, насколько я знаю, если их принимают, то неприлично дешево. Но и нельзя сказать, что она очищает уличную стрельбу там от этого. Ведь это благостный алюминий. Простые фантики той мусора она не собирает по кустам, а только банки. Та самая тюненная жига. Ну, она, конечно, побитая местами. Колесо спущено, бампера нет. Пороги гнилые. Да, это же Фагио. Стоит себе. Хорошо, когда эстакада закрывает от солнца. Ммм, два автобуса нам подходящих. Какой яркий выдался конец декабря. Ух, солнечно, ярко. О, какой дымок валит. Что-то жарят. У кого-то шашлыкинг. Возможно, у инспекторов ГИБДДшных. Потому что здесь отделение было полиции раньше. Интересно всегда, почему она рыпает запах. Ммм, какой хороший запах, да? Это же мясо, а вкусно с рыбой. Нормально так у них шашлычится. Действительно напоминает рыбу. Купил у человека Бэнд 8. У самого еще не было 7-го, 8-го. Вот купил на подарок. Надеюсь, там все норм. Он запечатанный. Выглядит симпатично. Купил Xiaomi Бэнд 8. И не просто у какого-то человека. А у знакомого персонажа. Когда-то году в 2011-12 я очень хотел себе NVIDIA Sly. Пошел на стройку и заработал много денег. И захотел я себе не простые GTX 560 Titanium. А захотел я себе дворные разгонные образцы Golden Sample от Gainward. С хорошим дизайном. Но в магазинах их не было. Ни в DNS, ни в маленьких всяких сетях их не было. Их нужно было заказывать. Я нашел магазинчик маленький во дворах. Как я его вообще нашел, я даже не хожу по той улице. И там у них был сотрудник с отличительной чертой. Его я запомнил. Видюхи пришли через какое-то время. Я их забрал и все. Года через два, а может с половиной. Если я захотел GTX 480 Reference. Турбинку с коробкой. И пошел ее покупать в другой магазинчик. Совершенно на другой улице. Но там спустя это время был тот же человек. Не знаю, может он уволился и устроился в другой магазин. И он снова был там. Снова знакомое лицо. Прошло еще года 4. И мой друг покупал Galaxy S10e. А у меня тогда был Galaxy S8. И мы пошли на сделку с частником к торговому центру Моримол. И на сделку приходит этот же человек. И продает нам запакованные новенькие там S10e. Не пользованные. А после этого проходит вот еще лет 5. 2023 год. А я покупаю у него же Band 8. Вот так вот интересно бывает тут. Постоянно, неожиданно встречаешь знакомых людей. Там, где не ожидал. Вот я по объявлениям их не узнаю, когда переписываешься. А когда встречаемся, когда до сделки дело доходит, оказывается, что человек-то уже знакомый. Вот такие тут дела. Были тут классные ограждения. Хороший был тротуар. С долговечными заборчиками. Нет, они все сломали. И ставят что-то попроще, подешевле. Как в народе говорят, отмыванием денег занимаются. А сегодня этот переход уже закатали асфальтом. Новенький асфальт. Очень много. Быстро они работают. Купил еще шестой Band. Такие они. Черный и белый. Вот раньше у огрызков про черные были коробки. И стали белые. И теперь у Кселоми тоже белые стали в упаковке. Зашли в Окея. Тут огромные толпы народа. Еще на днях такого не было. Новогодние колпаки. Обычные по 20 рублей походу. Ёлок продается всяких. Там как будто даже настоящие. Ну-ка, надо их занюхнуть. Ну да, чем-то попахивает. Даже настроение поднимается. Не то, чтобы это прям запах ёлки, который я помню из детства. Но пахнет приятно, да, праздником. Гирляндой. Сейчас с ценником. 700 рублей. Чего? Гель срезаная. 150-190. 700 рублей. Че, серьезно? Я вчера выпуск парня смотрел, который ёлки по 15-20 тысяч рублей продавал. Искусственный. Симпатичный. Вот он, олень. Рождественские доски. Ёлочка, звездочка. Уютные, классные. Какой яркий чуб здесь. Это рюкзачок такой? Да, с конфетами. Класс. А перекрестки визу, которые с конфетами. Угу. Сколько рождественских носочков. Интересно они придумали. И я бы, может, даже заинтересовался, но меня отпугивает то, что отсутствуют ценники. Обычно, когда отсутствуют, значит, что там конская цена. И они так делают, чтобы не отпугивать покупателей. Народ говорит, типа, как вы там Новый Год отмечаете, у вас снега даже нет. Ну, некоторые. Девушка одна приезжала с Москвы и такое говорила, какой Новый Год в Сочи? У неё прям жёсткая привязка к снегу. А тут вот пальмы, травка. 28 декабря. Вот в магазине Окей Ажиотаж и толпа народу, люди аж толкаются задницами. А в большом магните семейном довольно пусто. И приятно пахнет едой. Здесь народу почти нет. Хорошо, что я сюда пошёл, потому что в очереди на кассе стоять неохота. Каких-нибудь шоколадок взять на подарки. Я думаю, что Насте подарить? А вот как раз Бул Насте написано. Саму просится в подарок Насте. Тут была только одна гирлянда большая, как мне понравилось. И похоже, её забрали. Сейчас их не видно. А эти маленькие лежат. Даже кабеля зарядки рождественские. Удивительно, что для них сделали особые упаковки. Праздничные. Душки красные для стульев с огромной скидкой. В этих цветах. Зелёные и красные. Якобы с 700 рублей до 210. Я даже задумался. Но у меня нет таких стульев особо. Не пойму, куда они переставили подарочный набор. Они же вот тут стояли. Теперь пусто. Типа 600 рублей со скитлсом, что мы хотели взять. Немножко хэллоуинских штук на Рождество. Ого, все водоножи тут даже есть. Головной упор с ножами из головы. Круто. Я раньше такого не видел. Череполк. Полина ко мне пришла и даже нашла подарки, которые я не мог найти. Подарочные наборы. Я вообще вот эту полку еще не мониторил. Такой Полина нашла подарок. Классный, яркий. Зелёный скитлс. Какой-то там чудак нарисован. Рыбка викает. Кто он? Персонаж мультяша. И киндер здесь. Вообще. Классная штука. Красивая. Женщина с мужчиной проходит, говорит, если это нам было столько ли, я бы сфотографировалась. Мы тут это, закупились частично подарками, но их особо не хватает. Блин, такой энергетик нашла необычный. Вкус у него другой вообще. Короче, еще кучу всего не купил, а потратили уже 8 с половиной тысяч рублей. А еще некоторых подарков нет. Так что, даже если по минималке покупать нескольким людям, это получается 1015 рублей. Еще фейерверки нужны всякие. Хлопухи и петарды всякие, разные. Пришли на остановку, автобусы ломятся, двери еле закрываются, людей полно. На остановке людей в 5 раз больше, чем должно быть. Там вот двери еле не закрываются, двери. Толкучка. Не знаю, как мы уедем. Народу дофига. Предновогодняя суета. Приехал автобус, которого мы ждали. А он тоже весь набитый и там некуда встать. У них едва двери открываются. Там толпа народу. А на чем ехать-то вообще? Мы так и дождались нужного, но редкого автобуса. Отсюда такой обзор сверху офигенный. есть места для пакетов. Классно, так удобно. Можно своими вещичками ехать. А, полиция. добрались домой. В автобусе к нам чувак пристал. Ну, не то, что пристал, подошел. Мужчина говорит, вы пара, интересно, пусть и у нас сначала первыми в автобус. Я, говорит, ищу себе модели, я фотограф, фотографирую, говорит, на пленочный фотоаппарат. Заговорил нас, так что мы не успели на остановке выйти. Побежали до водителя, а тут уже тронулся. В итоге, не хочу, говорит, вас выпускать. Выпустил таки, а, такой, говорит, со своим пластиком еще, недовольный, что банковской картой оплатили. Молодежь, ядрёно вошь, говорит. Еле мы тут выбрались в итоге. Заговорил нас этот чувак, фотограф. От него немножко несет бухлишком. Он, походу, уже начал отмечать. В магните вот такие батарейки стали продавать. Там полный комплект. Они еще и красные, брендовые. Прикольно выглядят красные батарейки. Два пальца, два мизинца, еще и CR2032, которую можно ставить в какие-нибудь пульты, наверное, или в велокомпьютеры и нечто подобное. Полезно и стоит всего 100 рублей. Надо попробовать. Если работает, то хоть еще бери. А то я с текущими батарейками больший ущерб своим зарядкам нанесу. Хороший способ. Аккуратно получается. Да, я вообще из аккуратных. Я могу делать из мусора конфетку. Но, помните, это из мусора. Полина говорит, будем проводить операцию по замене шоколадки. Вот они сделали набор подарочный, детский. Он вроде весь классный. Там, киндер, шоколад вот яркий, с каким-то чубзом. Аленка, тоже киндер. С китлс, вампари здесь свяжется, мелки вэй тоже клево. И, конечно же, киндер-сюрприз, который я вообще но Аленка сюда вообще не идет. Зачем они ее сюда положили? Нужно были альпенгольд или что-то такое. Ну, получше. Альпенгольд ты какой-то тоже взял, да? Да, вот это было бы намного уместнее тут вместо Аленки. Да, даже по цветам оно идет к мелки вэйу, он подходит больше гармонично. Это ж просто куча как бы иностранных таких брендов. Скитлс, киндер, альпин, там штуки такие. А они взяли и типа Аленку подсунули. Понятно же, что она сюда не идет. Приходила Настя с мамой, забрали часть игрушек, будут доукрашать у себя там комнату. Это мой колпак тот еще из 2017-18 годов, а робота мой свитер, который я искал, забрали постирать. Так беспокоюсь за него, у него там бубенчик, вдруг он оторвется или собака его там съест, у них же маленькая собака живет. Гирлянды мои нашлись шариками те самые, которым я радовался в тех влогах тогда на Новый год. Не работает синий цвет, но не очень-то он и нужен. Я могу, конечно, прощупать, поискать обрыв, где он там оторвался, но цвета Рождества же, они зеленый, красный, желтый бы, может, не помешал бы, оранжевый, но выглядит оно, сейчас покажу, как в темноте. Вот так это дело выглядит в темноте. Что, кирпич не похавай? И... Да, давай. И мне нравится, как они вот так выглядят. Без синего вполне это нормально. Порой он иногда кажется чуть-чуть лишний. И какие-нибудь оранжевые бы я гирлянды взял. Вот красно-зеленый самое оно и оранжевый теплый для атмосферы. Вот сегодня 28-ое, но мне уже хочется полдня говорить 29-ое, потому что оно через несколько часов наступит. Где там Focus? Приди к нам. Focus? Посети нас. В общем, осталось 3 часа до 29-ого, так что я могу уже начать говорить 29-ое декабря, а у меня комната не украшена без новогодних украшений. Ну, почти. купили мы тогда виски Fox & Docs, а выпили Moncatcher, а осталась почти полная бутылка, вся по ходу по линии, потому что оно еще и вкусом таким интересным, травяницу напоминает. Ну, это нормально. Я бы пытался свое видео тут включить Full HD, хотел посмотреть нормально или качество вообще, в максимальном Full HD, в UltraG не стал выгружать, тем более коммент написали про качество, я такой думаю, а что, реально лучше стало? Хотел позырить, а у меня на обоих смартфонах просто вертятся круги, я уже и смарт перезагружал и на разных устройствах пробовал, так что или Google меня игнорит, или кто-то гасит YouTube, чтобы он не работал, или МТС, у меня такой МТС, потому что сейчас у Полины попробовали и на Теле 2 все отлично работает, а у меня круги кругами и все, и перезагрузка смартфона не помогает, и я свои видосы могу смотреть только в 144p, в 240 оно уже не работает. Такая фигня. Я когда полки построил, вот это все безобразие планировал шторкой закрыть, чтобы ее отодвигать, брать вещи и закрывать, потому что плохо же выглядит, неуютно, некрасиво, но, во-первых, шторы Настя засунула в щель, их крысы сгрызли, на них дыры теперь огромные, те, которые я хотел использовать, а главная, основная причина все же заплеснет, если их повесить, то даже приток воздуха ослабнет, и будет там темно, холодно, и не будет совсем вентиляции, и там такие наросты плесени появятся, что вот это все просто будет игрушками. и демо-версии. Надо тут прибираться и украшать комнату, а мы елку потеряли, где же елка? Какая луна сегодня, круглая такая, довольно большая, блин, гуси всю атмосферу испортят, возмущаются. Вот, сегодня одного из них могли убить, но нет, они остались живы, маме даже деньги за него перевели, и она не стала его тюкать. Мы порылись в дровники и нашли елку, которую мне подарил влогер Антон Калягин, с которым меня знакомила та сотрудница. Он мне тогда вещей всяких отсыпал, потому что переезжал в другой город и подарил елку. Он мне ее в хорошем состоянии передал, складную, искусственную, в коробке, и в коробке привез на мопеде. А хранить негде, коробка размокла под дождем. И здесь она стояла раньше на балконе. Короче, у себя в комнате я ее так и не собирал. Она здесь была на балконе для всех, типа, стояла. Подножка у нее такая есть. В общем, хранилась она не очень, подзаржавела. Сейчас задача смахнуть с нее паутину веником и попытаться выровнять ее, как-то нарядить впервые. Вот он мне ее подарил в 2019 году. Представляете, года 4 прошло, и только теперь я ее первый раз наряжать буду и, возможно, буду использовать. Достал флажки, которые когда-то делали самодельные. Только они немножко помяты. Надо их как-то выравнивать. Полина наряжает елочки. У нас есть маленькая и средняя. траву принесла, декоративную. Со времен, когда я комнату строил. А горшки больше не продаются под цветы. У нас в большом магните в супермаркете раньше был отдельный этаж для автолюбителей и домохозяев. Там можно было купить инструменты, автотовары, ключи, зарядки для аккумуляторов, горшки для цветов, лопатки для сада. И вот это вот все. Классный был этаж. Мне там нравилось гулять на третьем этаже больше, чем на втором. Ну, естественно, на втором еда продается. Кому еда нужна? Кому она интересна, скажем так. Если можно пойти смотреть садовые принадлежности и инструменты для машин и для мужчин. Ключи всякие там. Немножко электроники какой-то было. Ну, типа зарядок для аккумуляторов. А теперь этого дела нет. И горшок для цветов не купишь. Я включил YouTube. Плейлист какой-то рождественский. И тут такая музычка. И вот мне интересно, она же, наверное, с авторскими правами. И нужно найти какую-то рождественскую музыку без авторских прав. Получилось как-то так, но из-за того, что здесь нет телевизора, камина и теплых ламп атмосферных оранжевых, освещение очень холодное и оно не очень-то уютно может как-то выглядит. Естественно, освещение создает значительную часть атмосферы. А у меня здесь обычный белый свет. Мой плюс больше часа на YouTube крутил рождественский плейлист. Смотрите, какая температура. 11 градусов Цельсия. Это на смартфоне. Я думаю, здесь в комнате наверное где-то 8 или 7. А Бент показываешь на улице 2 вот это да 2 а было 5 несколько часов назад. что, будет замерзать мост? 4 5 6 6 7 7 7 8 8 10 Ты втираешь мне какую-то слюну. Зачем ты мешаешь мне снимать? И так, замерзшая братва. Остались 2 белых без воды и мы сваливаем. Погнали, Поль, погнали. Полина говорит, рюмку Fox & Docs еле выпила. Неохота его пить. 3 захода или в 4. Суча тепло говорили они. Когда Настя приходила, 5 было градусов, потом 4 стало, а сейчас 2. Вот это дубео мыть чуть-чуть замерзео. Я тут гирлянду, которую мама вытащила и нашла более яркую длинную. Повесил на крыше. Это все теперь так светится. Атмосферно хорошо. За водичкой уже готово все хорошечно. Водички наберем. Полина обратила внимание, что тут уже не плюс. Какие там два. Мы же не в центре Сочи. Мы вместе более холодным в горах. Ты садишься в Сочи в автобусе тебе хорошо на ЖД вокзале. Ты вылазишь с автобуса и офигеваешь куда ты попал. Тут градусов походу бывает на 5-6 холоднее чем в центре. Уф. Да, уже все таки Они там показывают плюс два, но тут древесина уже замерзла, уже блестит скользко. Блестящие крыши зимние прямо перед Новым годом. Вот это мерзлота началась. Железное небо, луна, вот это да, зимние вечера. На районе есть Хонда и по ней всегда больше всех видно, холодно на улице или мокро или вообще чего. Как она мерзнет, вот это да. Блестит мороз. Уф, уф, уф. А что хурма-то вообще осталось? Тут у людей хурма была. Прям я думал они на Новый год. Вон она одна еще висит. Как меня не одна. Вон еще. Нифигасе, пара дней осталось до Нового года. У людей еще хурма есть на некоторых деревьях. Ну, конечно, очень мало. Сорта разные. Вот здесь вот, например, осыпалось уже. Вот я снимаю это дело на фолт, а тут мороз. Нельзя же гибкими смартфонами пользоваться с гибким экраном на морозе. Нежелательно. Но он пока показывает 12 градусов. Показывает он еще не успел впитать всю морозную свежесть этого вечера. 2.20 почти чего там ОРУ или СРУ 713. Главное орет и срет. Берем воды и тут же продолжим. На базу раз там мороз решили растения занести домой. Чтобы они не померзли. то поумирают еще там. Даже овощи домой приехали. О, это что замерзание? Что там в кадре получается? Кстати фолт остыл до 8 градусов. У меня давно было желание сохранить купить арбуз на Новый Год. Мы его в этот раз выполнили, но это не какой-то офигенный вкуснючий сентябрьский арбуз, который можно в сентябре еще купить в большом ассортименте. А это уже один из уходящих арбузов. Он наверное какого-то там в ноябре что ли куплен или в начале декабря. И он и так маленький. и кажется ему уже плохо. Наверное, не знаю точно. Их два было. Один уже затрепали и у мамы он замерз в холодильнике. Короче, я хочу вкусный, сочный, свежий, замечательный арбуз на Новый Год. Но видимо не в этот раз. Мне кажется этот не будет тем самым арбузов мечты, который так хочется вкусить. Вот такого мы сегодня накупили. Я просто хотел показать, что так много гранат я еще в жизни не покупал. Я как бы экономный и даже себе не покупаю гранат. Хотя бы пару штук. Они обычно дорогие. А сегодня накупил на 700 рублей. Решил маму порадовать и подарить ей. Мы с ней гранаты любим хрумать. И я ей хочу подарить кастрюльку и кучу гранат и еще какие-нибудь нишнички. Конфет купил по-насыпать в разные подарки насыпать на валюте. вот еще не всем купил подарки. Вот пару штук взял, а еще пару вещей так и не получилось взять. И мы сегодня потратили 8500 рублей. Еще двум людям желательно купить подарки. Если всем по минимуму купить, то получится примерно 17500 рублей. А это просто какие-то недорогие вещи. А еще плюс фейерверки, еда, такси. Так что тысяч двадцать можно потратить на празднование нового года. Не очень-то и латов. Полина принесла овощи. Буду чистить овощи на борщ. Что-то картошки маловато мне кажется. зашел в спальню. Мы тут весь день отсутствуем. 6,7 градусов. Нормально так тут похолодало. Ну на улице минус. Не знаю сколько там. Минус 3 может на улице. А здесь вот 7 градусов Цельсия. Прохладно да. Вот это тут нормально прохладно. Около 7 градусов Цельсия. Но я не разделся. Хожу одетый и мне нормально. Сейчас залезу под плед и буду монтажить это видео одетой. Пока Полина доваривает борщ. Не знаю когда мы встанем. Если мы только утром вяжем спать. Но завтра будет еще какой-то новый день. Всем пока.